Вам, например, известно, сколько в стране одиноких людей? Известно, к сожалению. Ведь это ж угрожающая цифра, честное слово. В одной только Москве. Угрожающая цифра. Ведь одинокий человек, это что такое? Падает рождаемость, алкоголизм возрастает. Всё это отражается на производительности труда. В конечном счёте, одинокий человек неполноценно трудится. У него голова забита совершенно другими проблемами. Вы с этим согласны? Это спорный вопрос. Что для человека может быть страшнее, чем одиночество? Конечно, каждый может дать свой вариант ответа. Но страх одиночества – это страх, который присутствует практически в каждом из нас. Поскольку человек – существо социальное, постоянно нуждается в компании людей, созвучных людей, будь то просто спутник жизни, или это друзья по интересам, или это друзья для каких-то поездок, музеев и путешествий. Человеку обязательно нужно, чтобы были люди рядом для общения. И с поколем веков существует такая форма, как клубы знаком. Идея таких клубов пришла к нам с Запада. Первое заседание состоялось в Сан-Франциско в 1998 году. И вот этот модный во всём мире тренд появился и в нашем городе. Ну, идея у нас созревала это долго. Мы ещё хотели в 2015 году начать работать с этим клубом, но как-то всё не сложилось. И вот однажды у нас был небольшой субботник, в парке подошли два мужчины и сказали, что они вдовцы, и хотели бы видеть в нашем клубе вот такой клуб знакомств. Не обязательно, говорит, жениться, но хотя бы какие-то общие интересы, найти подругу, также на лавочках посидеть с ней, побеседовать. Открывшийся клуб знакомств планирует организовать свою работу так, чтобы не только помогать людям встретиться друг с другом для Союза Сердец, но и найти товарищей по увеличениям или просто интересно провести время. Речь идёт о том, что люди разучились общаться, сидят по своим квартирам, смотрят телевизор и не знают, как зовут соседа. У организаторов клуба большие планы на будущее. Надо совместно с его членами придумать название клубу, составить общий план работы, расширить состав участников и непременно помочь одиноким людям найти свои половинки. Решили мы начать с тех, кто первые заявили о своих намерениях, о создании такого клуба, это люди серебряного возраста, это те, кто уже на пенсии, но они полны сил, они хотят общаться. Открываем мы клуб именно с этой категории людей возрастной. Но поскольку люди более молодые, 40-летние, 30-летние, молодёжь, также проявили огромный интерес. Был очень большой отклик в нашем городе на эту идею, поэтому, конечно, мы не обойдём их стороной. Пройдёт сейчас немножечко времени, мы сформируем программу и соберём тех, кто помоложе. И, может быть, у нас и будет и две, и три таких вот команды. Клуб один, клуб знакомств, ну, разные возрастные категории. Урбанизация какая-то. Слушаю вас, товарищи женщины. Записаться в клуб. Можно? Прийти к нам, заполнить анкету и ждать, когда мы их пригласим. Объявления мы даём и в газету, и на телевидение, и на наших сайтах. Хорошо, если рядом есть человек, который всегда поймёт, поддержит в трудную минуту, пожалеет, когда это потребуется. Но не каждый из нас может этим похвастаться. Но унывать не стоит, ведь всё в ваших руках. И любой из нас способен изменить свою жизнь так, что больше никогда не будет чувствовать себя одиноким. Возможно, станем мы друзьями. Мы просто хотим друг друга любить. И любовью возникшими между нами одиночество будем гасить.